Решение о том, чтобы Карабах стал частью Азербайджана, принималось при непосредственном участии премьер-министра Пашиняна. Когда деятели в Ереване заявляли, что подписав договоренность о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану, это ложь. В этом соглашении, в этом договоре от 10 ноября 2020 года записано, что Карабах является зоной ответственности российского миротворческого контингента. И было общее понимание, что диалог об окончательном статусе Карабаха будет продолжен. Но когда год спустя премьер-министр Пашинян или полтора года спустя на каком-то там очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года в соответствии с Алматинской декларацией, вопрос закрыт. В последствии он еще раз употребил этот термин Алматинской декларации 1991 года уже в Брюсселе, по-моему. Причем в том документе, который был Евросоюзом распространен, там не сказано, что Армения беспокоена судьбой армян, которые в Карабахе жили, и что этой судьбой нужно как-то всем заняться, чтобы им не пришлось страдать. Но наши миротворцы вот в этой ситуации делают все, что они могут. Мы не можем сдержать людей, которые хотят уйти из Карабаха в Россию. Мы работаем с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев. Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого. Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, теперь будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор, выбор армянского руководства. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народами, русским народом и другими народами России и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить. Спасибо.